Уже с 19 июня, вдумайтесь, с 19 июня вы сможете сюда, на эту территорию, на автокемпинг в Рыбача приехать. Чебуреки, шаурмас. Я скажу так, тихо-тихо. Торг с хозяйкой, я думаю, уместен. А дальше начинаются бескрайние дикие пляжи. Всем привет, друзья. Всем привет. И снова вы на канале Евгений Щепинский. И сегодня мы вас привезли в небольшой курортный поселок Рыбачья, который находится на южном берегу Крыма. Это прекрасное место для бюджетного отдыха всей семьей. Это великолепная идея для вашего отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а начнем мы свой обзор этого поселка, пожалуй, с автокемпинга, который находится здесь же, при въезде в поселок Рыбачья. Мы уже неоднократно показывали вам поселок Рыбачья, рассказывали об этом поселке. И также у нас на канале было отдельное видео про этот автокемпинг. Ребята, хозяева автокемпинга, ну как сказать, хозяева, люди, которые взяли в аренду эту территорию, в том году получили разрешение на благоустройство территории. И, как я смотрю, уже очень много изменений. Вот здесь делаются капитальные туалеты и души. Немножко они не успели к сезону, но, друзья, уже с 19 июня, вдумайтесь, с 19 июня вы сможете сюда, на эту территорию, на автокемпинг Рыбачья, приехать с палатками, с кемперами. Ну, отдыхать, кто любит вот такой вид отдыха, отдыхать, наслаждаться прекрасным Крымским солнцем и великолепным Черным морем. Ценовая политика. Установка палатки 200 рублей, машина-место 300. Если же вы приезжаете со своим автокемпером, то полностью с подключением, это стоит вода, свет, канализация, 1000 рублей. Ну, смотрите сами, цены для вас, мы сказали. Также ребята делают вот набережную, вот ограждение набережной уже делается, уже частично покрашено, часть еще не покрашена. Работы идут, работы ведутся, вся территория благоустраивается. Ну, более подробно мы расскажем чуть позже, когда приедем, отдельное видео сделаем об этом автокемпинге. Почему же я говорю, что отдых в поселке Рыбачья бюджетный? Потому что здесь, как вы можете остановиться на автокемпинге, который только что увидели, также вы можете остановиться в небольших мини-отелях, ну и в частном секторе. Сейчас мы выезжаем с территории автокемпинга, проедемся по поселку, выйдем, поснимаем чуть-чуть, все вам покажем. И если возможно будут какие-то телефончики для сдачи жилья в частном секторе, все вам покажем и расскажем. Сейчас я вам покажу, где очень-очень вкусные чебуреки. Вот, кафе Уюрт, домашняя кухня. Сейчас я дорогу перейду и покажу обязательно вам цены. Перехожу дорогу. Чебуреки, шаурмаз. Так, чебуреки с мясом 80, мясо-помидор 90, сыром 80, ну а остальное вы сами, надеюсь, рассмотрите. Здесь можно взять с собой и также покушать в кафе. Здравствуйте, очень вкусные у вас чебуреки. Спасибо. Сейчас пройду на летнюю площадочку. С видом на море, шикарно. И вот, захожу на летнюю площадку. Вот так это все выглядит, как я сказала. Здесь очень хорошо. Подхожу ближе. И что мы видим? Мы видим моречко. Вот так вот здесь можно присесть, отдохнуть, покушать. Так что, очень рекомендую. Реально вкусные, вкусные чебуреки у них. Как я вам обещал, мы даем вам идеи для вашего отдыха. В данный момент мы находимся на улице Новоселов 11, в поселке Рыбача. Здесь, в частном секторе, сдается жилье для вас. Стоит это, друзья, в любое время сезона, в любой месяц сезона, тысяча рублей. Значит, это частный сектор. Я предупреждаю, кто отдыхал в частном секторе, понимает, что это не отель, не менее отель. Условия в данный момент я покажу. Вот такой дом, друзья. Внизу здесь постирочная. Это все входит в стоимость. Стиральные машины. То есть, если нужно постирать белье, пожалуйста. А сейчас мы пойдем, и я вам покажу одну из комнат. Сами понимаете, что сезон пока еще не начался. Люди только готовятся к сезону. Вот такая беседка. Здесь можно будет вечером провести время. В тенечке она вся оплетена вот таким вьюнком. То есть, будет комфортно и великолепно. Не обращаем внимания на небольшой беспорядок. Ну, вот один из номеров. Значит, что у нас есть в номере? Номер небольшой. Кровать, шкаф, трюмо. Также будет висеть телевизор. Розетки есть, чтобы подключить телевизор. На стенке и также возле кровати. Рядом с этим номером находится душевая и санузел. Да, я понимаю, что вы можете сказать, почему не в номере. Но, в принципе, практически в номере. В других же комнатах есть санузлы. Именно в комнатах. Некоторые могут спросить меня, где же холодильники в номерах. Да, в номерах нет холодильников. Вот холодильник стоит. И заходим за угол дома. Вот здесь, на этой территории, будут стоять столы, беседочки. Еще. То есть, будет такая, вот сказать, зона для отдыха. Ну, и что очень радует в частном секторе, это очень и очень много зелени. Как видите, растет юка, растет слива. Ну, вот этого, что за дерево, я, к сожалению, не знаю. Если кто-то знает, пишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, я хочу сказать, что это не какая-то проплаченная прямая реклама. Мы просто ехали по улице, увидели объявление, постучались в ворота дома и нам любезно открыли. Мы вам все показали. Значит, телефончик нам дадут. Телефончик будет в описании под видео. Так что, звоните, если кто-то хочет отдыхать бюджетно. Я думаю, друзья, я скажу так, тихо-тихо. Торг с хозяйкой, я думаю, уместен. Друзья, я немного пообщался с хозяйкой этого частного домовладения. И есть очень большие плюшки, если вы будете жить именно здесь. Значит, скидка на питание в кафе «Уют», которую вам показывала Ирочка, 10%. Скидка на шизнух на пляже 50%. Как меня заверила эта милая женщина-хозяйка, каждому, кто будет у нее жить и по отъезду, она дарит баночку инжирового варенья. Ну, решайте сами, думайте сами. Я вас ни к чему не убеждаю, не принуждаю. Но мы с вами поедем дальше по поселку Рыбачье. Будем останавливаться, выходить, если увидим что-то интересное. И все вам показывать. Многие бутики и магазинчики еще закрыты, так же, как и многие кафе. Но уже есть и открытые магазинчики. Вот магазинчик с пляжными принадлежностями. Чуть дальше магазин, где вы можете купить продукты. В прошлом году мы вам показывали, где в поселке Рыбачье можно покушать самый вкусный шашлык, где отзывчивые, великолепные ребята, которые делают все прекрасно и хорошо. У них всегда стояла очередь. Но сейчас, друзья, к сожалению, это место закрыто. Но скоро начинается сезон в Крыму, открывается. И все будет великолепно и прекрасно. На этом месте будут также жарить шашлык. Также вечером за шашлыком будут стоять толпы людей. Приезжайте, приходите к ним, кушайте. Многие из вас могут мне написать в комментариях, что Рыбачье умерло, Рыбачье мертвое, людей нет, где же люди, пляжи пустые, все закрыто. Но, друзья, в Рыбачьем сезон и так начинался всегда поздно. То есть сезон нормальный в Рыбачьем начинался всегда с середины июня. Только с середины июня люди сюда ехали для отдыха, для того, чтобы загорать, купаться. В поселке Рыбачье на улице Школьной, по которой мы в данный момент едем, вот вы видите, справа и с левой стороны частный сектор. Сейчас на воротах объявлений нет о сдаче жилья, но я точно знаю, что на этой улице в каждом доме сдается жилье для вашего отдыха. Цены умеренные. Ну вот я смотрю, от вывески объявления след остался, объявления нет. Возможно, люди пока еще не сезон не вывешивают. Ну а мы с вами едем дальше. В поселке Рыбачье по адресу Лучистая 5В находится вилла Мармарис. Это уже не бюджетка, это уже отель, будем говорить так, ценовой категории выше средней. Но если кому-то нравится отдыхать на южном берегу Крыма, в этих местах, но с лучшим комфортом, добро пожаловать сюда. Вот еще одна идея для вашего отдыха в Рыбачье. Телефончик, пожалуйста, сдается жилье. Телефончик плюс семь девятьсот семьдесят восемь восемьсот пятнадцать сорок два девяносто семь. Сейчас вместе с вами уже находимся практически на пляже, возле моря. И здесь, на первой линии, возле пляжа, сдается жилье. Вот коттедж, где вы можете отдохнуть. И телефончик. Ну вот, телефончик написан на калитке. Так что звоните, друзья, приезжайте. Не знаю цену, конечно, но по телефону позвоните и все узнаете. Друзья, не забывайте писать нам комментарии. Все новые зрители, подписывайтесь на наш канал. Ну и, пожалуйста, делитесь нашими видео в любых социальных сетях. Это очень и очень помогает продвижению нашего канала. Да, и подписывайтесь на все, что есть в описании под видео. Мы вместе с вами проехали в ту часть рыбачьего, где на берегу моря находятся эллинги. Ну, эти эллинги перестроены уже в мини-отели. И что мы видим? Здесь, мы вам уже не один раз показывали в своих видео, находится вот такой шикарный отель Ольга. Это здание, ну, насколько я вижу, семь этажей. И вверху мансарда. Как вы видите, эллинги стоят практически возле моря. Это, можно сказать, первая линия. Ну, цены в том году здесь в некоторых эллингах были адекватные. Начинались от 1200 и выше. В принципе, за полторы можно было найти нормальный номерочек и отдыхать прямо здесь, возле моря. Будем говорить так, в полуминутной доступности от моря. И вот, пожалуйста, вот номерочек. Есть свободные места, так что, если кто-то интересуется, будете приезжать, когда вы приедете в Крым к нам на отдых. Вот еще один номерочек. Отель 3-7. Номер я дублирую, если кто-то не увидит. Плюс 7, 978, 881, 7167. Мы уже дошли до конца эллингов. И у нас находится отель Фрегат. Вот так этот отель выглядит. Да, это, друзья, не бюджетка. И написан телефончик. Плюс 7, 912, 911, 4, 4, 4, 4. Также есть сайт. Вот сайт этого отеля. Так что, если кому-то интересно отдыхать в таком отеле, буквально возле моря, в 10 метрах от линии прибоя. И смотрите, лодочка. Как вы думаете, что это? А это у них мини-кафешка, барчик. Здесь люди сидят, отдыхают, наслаждаются. Сейчас я тоже присяду. О, здорово. Тенечек с видом на море. Так что, можно вот так вот посидеть. Не обязательно отдыхать в этом отеле, а просто прийти и выпить прохладительный напиток, например. Территорию отеля Фрегат вы посмотрели. А дальше начинаются бескрайние дикие пляжи. Ну, естественно, как же вам не показать пляж? Это чудный, широкий, очень протяженный пляж. Посмотрите, сколько здесь места. Обалдеть. Очень протяженный. Теневые навесы есть. Это бесплатно. Так что, подходишь, берешь свою подстилку и просто лежишь. Но я думаю, когда будет сезон, скорее всего, здесь будет прокат лежаков. Так, что у нас здесь находится? У нас здесь галька. Галька разной фракции. И мелкая, и крупная. А так вот, подхожу ближе к водичке. Водичка красивая, прозрачная. А так это все выглядит. Мне очень нравится этот поселок. Отдыхать здесь просто супер. Ну, а сейчас мы находимся на территории мини-отеля «Ласточка». В этом мини-отеле мы отдыхали в прошлом году. Немножко. И видео есть отдельное на нашем канале. Смотрите, если кому интересно. Значит, прекрасное место. К морю идти. Ну, если таким черепашим шагом. Ровно минута, друзья. То есть, это так, в развалочку, не спеша. Вот вы, смотрите, здесь растут вот такие ели рядом с отелем. Запах великолепный. Воздух лечебный. Сам отель красивый, прекрасный. Хозяйка очень милая, добрая. Ну, ссылочку на сайт этого отеля я оставлю в описании вам под видео. Звоните, договаривайтесь, приезжайте, отдыхайте. А на этом мы хотим свое видео закончить. Но с вами мы не прощаемся, а говорим вам до свидания. Пока. И до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok